Церковь Русская, красуйся, великуй! 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 Иван Третий для понимания того, что происходило в Отечестве нашем. Действительно, жизнь святителя Петра удивительна. Он как бы олицетворяет собой всю историческую Русь, святую Русь. Он родился на юго-западе России, в Волыне, которая тогда входила в Галецкое княжество. И для нас сегодня Запад Украины сразу приводит в действие воспоминания о межконфессиональных трудностях, о тех бедах, о тех бедах, которые были в том числе и в наше последнее время приняты православными людьми, приводит нас в соприкосновение с тем национальным самосознанием Западной Руси, которое себя не связывает с православием и уж, конечно, не связывает с московским патриаршем престолом. Хотя и там есть люди, которые сегодня, как исповедники, несут это самосознание. Так вот, в помощь им, в первую очередь, святитель Петр, который родился на западе современной Украины, который с 12-летнего возраста воспитывался в монастыре, получил хорошее книжное образование, а затем стал замечательным пастырем и духовником. И тогда никто иной, как православный галецкий князь, еще раз подчеркиваю, православный галецкий князь Юрий, направил его после смерти митрополита всея Руси Максима, жившего в то время во Владимире по причине разрушения Киева татаро-монголами, он направляет этот князь своего любимого духовника и пастыря в Константинополь, чтобы испросить посвящение святителя Петра в митрополиты всея Руси. В то время русская земля представляла из себя митрополию Константинопольского патриархата и отправился в Константинополь Петр. И там он встретился с другим представителем русской церкви, которую иные политические силы хотели были видеть в качестве митрополита всея Руси. Но выбор пал на Петра. И облеченный властью митрополита всея Руси, он возвращается на землю русскую и направляется в Киев. Киев был исторической столицей, столицей нашей церкви. И первое желание Петра было остаться там, несмотря на набеги, кочевников, несмотря на то, что разрушен был город. И любые разбойники могли каждый день и каждую ночь наносить ущерб древней столице Руси. Он с риском для жизни возвращается в Киев. И более года живет там, но понимает, что из этого разрушенного города, у которого даже нет крепостных стен, который может стать легкой добычей любых злоумышленников, невозможно управлять церковью русскую. И тогда он направляется в север, во Владимир, куда переместился великий князь всея Руси. И там, продолжая дело своих благочестивых преемников, митрополитов киевских, которые, спасаясь из разоренного Киева, обратили все свои взоры на северо-восток Руси. И там, среди лесов, чищоб, в достаточно защищенном месте, снесли свое первосвятительское служение. А затем происходит что-то, что, несомненно, являлось действием промысла Божия. Жил святитель Петр во Владимире, имел покровительство великого князя, по обычаям и порядкам того времени посетил Золотую Орду и получил ярлык от хана, как бы удостоверяющий его право управлять церковью русской. Но, наверное, бы и следовало оставаться в обустроенном, хорошо защищенном городе Владимире, который был признан тогда уже столицей всего русского государства. Но, конечно, по воле Божией. И совершенно необъяснимо ни с точки зрения политики тогдашней, ни с точки зрения экономических условий. Это движение святителя Петра в сторону мало тогда известного и ничем не выдающегося города Москвы. Но он сюда приходит, на берег реки Москвы, на этот крутой берег, холм, на котором мы с вами стоим. И, как бы прозревая будущее, в ответ на просьбу князя Ивана Даниловича Калиты остается в Москве и переносит сюда двор первосвидителя земли русской и закладывает сей Успенский собор кафедральный и всея Руси. То было в 1325 году. И привело это к тому, что вскоре и великий князь из Владимира переместился в Москву. И Москва, став преемницей Киева, стала центром русского государства. И мы знаем, что уже в год перенесения мощей святителя Петра в то место, где они сейчас находятся, в этом некогда заложенном им храме, в тот год уже стало очевидно, что вокруг Москвы объединилось большинство русских земель и то было время особое, когда после многих десятилетий междоусобных браний, в том числе по действиям, трудам и молитвам святителя Петра стали объединяться русские князья, имея своим центром это место, на котором мы стоим и этот Святой Град. Продолжая оставаться митрополитом Киевским и всея Руси, митрополит Петр поминается нами как святитель московский, потому что он стал первым святителем, первым епископом этого города и приложение к нему титула московский исторически правомерно и связано с подвигом его жизни, укрепление церковной жизни, благочестия в этом городе. И сегодня мы вспоминаем память святителя киевского, московского и всея Руси Петра. И к нему мы молимся, к нему обращаемся с просьбой о хранении духовного единства всей той Руси, которой он служил, не щадя жизни своей. Мы знаем, что в последующее время после святителя Петра произошло много событий и под действием в первую очередь внешних сил разделилась Русь, а затем стали ослаблять и церковные связи севера, северо-запада, северо-востока Руси, с югом и юго-западом. Но тем не менее жизненный подвиг и самая личность святителя Петра, так же, как и его преемника святителя Алексия, многим помогало понимать, сознавать и исповедовать свою причастность к единой исторической Руси и к единой и неделимой русской православной церкви. И сегодня, когда снова мы проходим через испытания верности святителю Петру, верности идеалу Святой Руси, верности единству, духовному единству народов, живущих ныне на пространствах исторической Руси, мы снова и снова обращаемся к святителю Петру, прося его помощи, его заступления, его предстательства пред Господом о всей земле русской, о церкви нашей, несущей то же самое служение, которое несла она и в годы правления святителя Петра. направленной на духовное собирание и сохранение в единстве всех русских земель от севера до юга, от запада до востока. И это служение не имеет никакого отношения к тем политическим конструкциям, которые одними признаются, а другими отвергаются. все это некий исторический шум, который приходит и уходит, но церковь является хранителем бытия, духовного бытия народов, живущих на просторах Святой Руси. Потому всякий раз, когда в день памяти святителя Петра мы собираемся в этом соборе мысленным взором, нужно простираться в прошлое, почерпать уроки из этого прошлого, осознавать, что есть первопричиной, историческим базисом нашего совместного духовного бытия тех народов, которые сегодня окормляются Русской Православной Церкви и как зеницу ока блюсти то единство, которому служил и которое заповедал нам святитель Петр, митрополит Киевский, Московский и всея Руси. Я хотел бы владыка митрополит Иоанн сердечно поблагодарить вас за добрые слова, которые вы сегодня произнесли, правильные слова. То, что сегодня происходит в жизни русской церкви, с одной стороны является чем-то новым, потому что мы вошли в совершенно новую для нас полосу исторических событий в новую беспрецедентную культурную, психологическую и политическую среду. Но Церковь никогда ничего не делает в своей пастырской работе, в своем служении людям в отрыве от прошлого. Потому что Церковь является хранительницей предания, а предание в себе содержит норму веры и норму жизни. Сегодня люди не желают никаких норм иметь, ни нравственных, ни духовных, ни культурных. Они полагают, по крайней мере, многие сегодня полагают, что началом и концом для всего является только человеческая личность. И сам человек определяет для себя и норму веры, и норму жизни. И нету никаких высших сил, которые бы санкционировали некую норму для подражания. Собственно говоря, люди, которые так живут, являются людьми, не верующими в Бога, если даже они такими себя и называют. Потому что вера связана с принятием той нормы, которую Бог передал нам через свое откровение. Это божественные заповеди, это образ жизни, ведущий человека ко спасению. И что бы ни происходило в истории, Церковь призвана ограждать эти нормы, не ею сформулированные, не людьми выдуманные, но Богом переданные роду человеческой. И потому все то, что мы сегодня совершаем в Церкви, направлено на то, чтобы хранить неповрежденными норму веры и норму жизни, запечатленные в нашем священном предании Церкви. Но одновременно мы должны учиться тому, чтобы помогать людям, рожденным вне этой культурной среды и вне всякого церковного предания, понять, что означает быть христианином, православным человеком в современной жизни. И когда вы говорите о том, что решение о создании в том числе и белгородской митрополии было связано с решениями Большого Московского собора, вы свидетельствуете об исторической правде. все то, что мы сегодня совершаем своими корнями уходит в глубину веков, но трансформируется в новые формы, в новые категории мысли, в новый язык, с которым мы обращаемся к современному человеку. Потому неправы те, кто называет церковь косным и неподверженным реформам институтам, как неправы те, которые считают, что церковь слишком озабочена тем, как воспринимают ее современные люди. Церковь принадлежит и одному, и другому, и традиции современности, и только благодаря этому вечные неизменные истины, которые принес нам Господь Иисус Христос. Две тысячи лет не просто существуют в сознании людей, но актуализируются в жизни каждого последующего поколения и каждого народа. И этим актуализатором божественных истин, вечных и неизменных, является церковь, призванная сохранить в целостности божественное откровение и сделать его понятным, убедительным, доходчивым до сознания каждого человека в соответствии с потребностями времени, места и культуры. я хотел бы от всего сердца пожелать вам также владыке Сафронию, который возглавляет у нас Губкинскую епархию, вновь образованную на территории Белгородской области, помощи Божией в ваших трудах, в созидании всего того, о чем мы сегодня с вами говорим. С одной стороны, нужно трудиться, не покладая рук, чтобы сохранять единство нашей Церкви. Для вас это особое послушание в связи с тем, что вы и митрополия ваша располагается в области пограничной с братской Украиной. А потому развитие отношений с украинским народом, с украинским обществом и, конечно, в первую очередь с братьями архиереями, с духовенством и верующим народом близлежащих епархий Украинской Православной Церкви является одним из приоритетов. А также образование людей, молодежи, которым вы активно занимаетесь. Я бы хотел сердечно поблагодарить власти области в лице губернатора, который полагает огромные усилия для того, чтобы процветала область. И когда приезжаешь в Белгород, поражаешься тому, что видишь. Цветущий город, развивается промышленность, сельское хозяйство, культура, инфраструктура области. И одновременно строятся и созидаются храмы. Вот так и нужно развивать национальную жизнь. Никогда не нужно заботу о духовном относить на самое последнее место. Если уж что и сокращаем, то в первую очередь наше внимание к духовной жизни. А на первом месте остается вот эта забота о ежедневных потребностях людей. стратегически так не может развиваться ни народ, ни страна. Только сочетая духовное с материальным можно идти с успехом по этому пути. Я хотел бы поздравить Белгородскую область, губернатора, правящего митрополита, епископа, духовенства, весь народ Белгородской области с большими успехами, которые вы имеете. И мы молимся, чтобы и далее, также успешно развивалась жизнь Белгородской земли. Я имею сегодня также замечательную обязанность выразить сердечную благодарность выдающемуся человеку, имя которого абсолютное большинство из вас хорошо знает. Это Владимиру Ивановичу Федосееву, который является главным дирижером государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского, членом Патриаршего Совета по культуре. Дорогой Владимир Иванович, мы очень ценим все то, что вы делаете для нашей страны, для нашего народа, для сохранения культуры, для ее приумножения, для ее пропаганды. Вы выдающийся музыкант современности. И с благодарностью склоняя главы перед вами и перед подвигом вашей жизни, мы хотели бы выразить благодарность вам от лица всей Русской Православной Церкви. А потому во внимание к вкладу в дело сохранения и приумножения богатых традиций русского музыкального искусства и связи с 80-летием со дня рождения народный артист СССР, художественный руководитель главный дирижер государственного академического Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского, член Патриаршего Совета по культуре Владимир Иванович Федосеев награждается орденом Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени Аксиос. Благодарю вас, дорогой мой. Помогай вам Бог во всех ваших трудах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова